Привет всем! Сегодня я хочу больше всего поговорить с мужчинами. Некоторые из вас просили, чтобы я дала пару советов, что-нибудь подсказала, чем пользоваться мужчинам, что лучше, что нет. И я сделала пару набросков, всё как обычно, и сейчас по этим наброскам буду вам давать советы. Да, видео называется «Каким должен быть мужчина». Сегодня я хочу просто рассказать о том, как я вижу мужчину, и это не идеал. Это просто моё видение мужчины, и не обязательно нужно стремиться к этому, но какие-то моменты для себя можно подчеркнуть, я думаю, и внести их в свой какой-нибудь обыденный ритм жизни. Пункты, конечно, самые, что ни на есть, обычные. И эти пункты, я думаю, многим знакомы, и даже если не знакомы особо, то они из вас не сделают супер-мачо, супермена и ещё кого-нибудь. Мы все должны понимать, что внешний фактор, это опять же только первоначально. Встречают по одёжке, провожают по уму. Всегда следите за тем, что у вас здесь и здесь. Никогда не нужно стремиться заниматься только внешним фактором. Нужно всегда соблюдать баланс, ну, по крайней мере, стараться. Мужчина должен за собой ухаживать. Мужчины, как и женщины, им свойственно где-то забивать, где-то быть неопрятными, где-то что-то не соблюдать, где-то что-то забывать даже. Мы все люди, но есть такие, которые просто неопрятные. Вот их не приучили родители, они сами к этому не стремились никогда. Даже смотря на других и наблюдая, что они опрятнее, что они лучше, люди не пытаются измениться. Они просто этого не замечают. Таким людям просто нужно говорить об этом. Да, это обидно, да, это неприятно. Либо вы уже следите сами за собой, да, либо вам будут говорить об этом другие. Но чтобы в вашем случае такого не произошло, я советую быть опрятным. Я подразумеваю чистую одежду, умытость и постриженность. Это первые признаки, которые очень заметны. Я уже молчу, конечно, про опрятность ногтей на ногах и на руках. Соответственно, волос в носу, в ушах. Также брови, я считаю, можно мужчинам подчесывать и состригать лишнее, как делают это, в принципе, и девушки иногда. Чем вы опрятнее выглядите, тем больше вы будете вызывать интерес у людей, помимо своих мозгов и внутреннего мира. Также к этому первому пункту я хочу отнести уход за фигурой. Сюда входит питание и спорт. И здесь не говорится о том, что вы должны быть как с обложки, либо у вас должен быть перекачанный пресс, мускулы или еще что-нибудь там. Нет. Вы просто можете поддерживать это все. Если у вас есть небольшой животик, то лучше подкачать немного плечи, может быть, даже попу, чтобы это стало визуально выглядеть гармоничным. Насчет одежды. Одежда должна быть чистая, нравится вам, должно быть удобно в этой одежде вам и немножко уклон на то, чтобы она была модной. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Я знаю, что очень тяжело такое сделать, особенно когда нет финансов, доступных для этого. Есть, опять же, дешевые магазины. В дешевые магазины, поверьте мне, также привозят более-менее под моду сделанные пошитые вещи. Везде можно выбрать себе что-то подходящее. Есть люди, у которых нет вкуса. Таким людям я советую просто погуглить, просто на ютюбе посмотреть какие-нибудь ролики тех же парней, которые выкладывают лукбуки. По поводу аксессуаров хочу сказать, что их не должно быть слишком много. Не нужно перебарщивать. Имейте какой-нибудь минимум. У всех стили разные, но не важно, к какому статусу вы относитесь. Я считаю, у вас в любом случае в гардеробе должно присутствовать из одежды и из аксессуаров что-то нейтральное, что будет подходить вам постоянно. Я не могу сейчас подстроиться именно под каждого из вас. Я пытаюсь как-то это все обобщить. Я думаю, вы понимаете, что мне так будет легче. И вам как-то, может быть, где-то какая-то идея придет в голову. Но даже если вы имеете костюм в гардеробе, и он вам нужен, и вы его часто носите, и может быть он у вас даже не один, то на повседневку, я думаю, можно иметь какие-нибудь такие вещи. Знаете, вот когда вас видят люди, которые вас знают, какой вы деловой, какой вы строгий где-то, да, чтобы они просто от первого взгляда, от первой встречи с вами, чтобы вы видели вот этот взгляд круглых глаз и отвисшие челюсти, что люди не ожидают увидеть вас таким, что люди не ожидают, что вы умеете быть таким. Потому что в большей степени одежда выражает то, какими мы есть. И не нужно, конечно, делать это для того, чтобы кого-то когда-то удивить. Просто если у вас есть такой стиль, есть такая вот манера, да, что вы не хотите соответствовать всегда по жизни деловому образу. Вот это я приветствую в людях, чтобы быть как-то немножко разносторонними. Если вы разносторонний человек, на работе один, дома другой, на выход вы третий, да, выбирайте что-то нейтральное. Часы, к примеру, не вычурные, а вот где-то вот тоже золотую середину, чтобы они были немного и вычурные, и немного такие более-менее простенькие, чтобы их можно было надеть с другими какими-нибудь вещами, да, не только с костюмом. Также касаемо сережек, цепочек, кулонов, то, чем увлекается, кто что носит. Мужчины есть, даже браслеты носят. То же самое касается колец, особенно печаток. Здесь все индивидуально. Они есть кому-то идут, есть кому-то не идут. Какие же средства я могу посоветовать мужчинам по уходу за собой? Опять же, это все индивидуально. Я просто уверена, что если вы попросите свою женщину, то она вам посоветует не хуже, чем я. Мужчины, у которых есть женщина, они могут также пользоваться и женской косметикой. Это крема для лица, для глаз, те же бальзамы для губ. Не думайте, что вы будете как баба. Нет. Во-первых, кто из окружающих на улице знает, что вы мазали лицо женским кремом? Никто! Вот именно. Но когда мужчина пользуется женской туалетной водой либо духами, это, конечно же, ощущается. Поэтому это я вам не советую. Если у вас сухость лица, особенно это бывает у мужчин после бритья, то есть специальные бальзамы после бритья. Я, допустим, советую очень Невея. Своему молодому человеку покупала недавно крем. Он не любит бальзамы, поэтому я приобрела крем. Он вообще не любит что-либо наносить, поэтому очень даже было тяжело его уговорить на крем. Сейчас ему нравится, потому что он видит, что сухость притупляется, исчезает даже со временем. Поэтому я и советую вам эту марку, потому что раньше, еще когда не особо шарила в косметике, я именно пользовалась Невеей. Но вы можете приобретать любой Невеевский крем. Не обязательно Невея Мэн. И обязательно берите с пометкой увлажняющие или снимающие раздражение. Дезодоранты я советую брать какие-нибудь в спреях, потому что шариковые, честно по себе скажу, вот эта мокрота, пока это все высохнет, вы надеваете футболку, половина дезодоранта осталась на одежде. Это не очень удобно. Берите какие-нибудь сухие распыляющие средства, либо в стиках, которые идут. Главное, чтобы этот дезодорант вас защищал. Духи, туалетную воду, опять же, мужчины, выбирайте лучше не древесные, не все, что вы слышите в транспорте. Выбирайте что-то индивидуальное. Если вы вообще не любите никаких ароматов, выбирайте дезодорант, либо мыло для тела, которое очень пахнет приятно. Кстати, о мыле для тела. Я очень советую мужчинам, которые не любят гели для душа, либо какую-нибудь всякую такую ерунду, это либо мыло от бабушки Агафьи в такой большой тубе для и волос, и для всего. И также советую, очень советую мыло Дав. Я их просто обожаю. Когда им моешься, просто потом остается такой приятный запах на теле. Ну, попробуйте, просто попробуйте. Средства для умывания вы также можете позаимствовать у своей женщины. Если нет таковой, то тогда приобретите какое-нибудь средство от Нивея. Я надеюсь, хоть какие-то советы вам допомогут. И да, задавайте вопросы. И всем желаю удачи. И быть чистыми, красивыми, умными и добрыми. Пока. Пусть у вас будет чуть-чуть животик, но вы подкачайте тогда плечи, займитесь этим, потому что если у вас больше внизу, то, соответственно, должно что-то отвлекать от вашего больше внизу. Субтитры сделал DimaTorzok